всем большой привет я сегодня вам с покупками я давно планировала съездить в специализированный рукодельный магазин от завода бабочка и приобрести что-то на подарок для розыгрыша в моем совместном проекте мои любимые коты 2 магазин находится далеко от меня и мне действительно нужно было спланировать день выбрать время чтобы можно было туда поехать наконец-то это свершилось и я хочу показать вам что я приготовила на подарочек это будет вот такой вот милый презент во-первых здесь на подарок идет основа от фирмы цвайгард это линда лавандового цвета приятного лавандового цвета я не знаю как будет передавать камера покажу еще вот такой вот поближе отрез это основа мне очень-очень понравилась и я давно так сказать на нее глаз положила и когда приехала в магазин я конечно же взяла большой отрез и для себя и для подарка вот такая вот основа идет у меня на подарочек дальше дополнением приятным идет вот такой наборчик от фирмы дмс здесь кулон подвес цепочка предлагается нам здесь схема внутри чтобы выполнить вот это изделие это делится конечно я думаю что рукодельница может сама выбрать любой дизайн либо крестиком либо еще в какой-то технике и вот он кулончик видите вот такой вот металлический ниточки в комплект не входят здесь производитель нам предлагает выполнить изделие ниточками перле три цвета но я думаю что и ниточками мулине прекрасно можно выполнить это изделие вот такая замечательная вещь миленькая и вот таким ножнички это ножнички также производства нашего завода это люда бабочка такие вот ножнички идут приятным дополнением к этому милому презенту здесь такие украшательства пришины элементы конечно конечно будут магнитики будут открыточки я думаю что кто станет победителем я думаю понравится этот милый презент конечно же я не могла уйти из магазина не взделав и для себя подарок поэтому я сейчас покажу что я приобрела для себя ну во первых это также основа большой отрез очень мне нравится сейчас использовать цветные основы в данном магазине была представлена целая линейка линды разных оттенков и мятная и желтая красная и розовая все возможные оттенки но вот меня больше всего впечатлил лавандовый цвет и я приобрела на два отреза себе и вот на подарок кстати я не сказала что здесь в комплект я положила размер основы 50 на 70 то есть это достаточно такой большой отрез который можно использовать для любого дизайна миробилии сэмплеров ну всего чего угодно 50 на 70 это хороший отрез и можно даже большой дизайн запросто вышить на этом отрезе ну и себе тоже купил такой большой отрез очень приятный цвет и имеем сразу хочется уже куда-то использовать данный кусочек ну конечно не весь может быть какую-то его частичку так показываю дальше что у меня было из покупок ну конечно же я тоже себе захотела заиметь этот кулон себе взяла вот такой вот с с розочками продолговатый вот такие розочки предлагают нам вышить вот такой вот кулончик ну и как я сказала что предлагают вышить ниточками перле ниточек в комплекте нет такая вот милая вещица и еще один одна покупка я заметила что наш магазин рукодельный завезли небольшую партию наборов от ланарта по хорошим ценам ну и я не могла уйти без покупки я схватила сразу вот этот набор потому что я давно на него поглядывала он не очень очень симпатичен и когда я смотрела на этот дизайн в группах вконтакте в каких-то магазинах то цена конечно же меня останавливала а здесь этот набор был по приемлемой цене и как только я увидела цену я сразу же этот наборчик себе и приобрела вот такой вот милый называется любящий сердца вышивается в данный дизайн на тонированной основе равномерный здесь идет равномерного переплетения вот такие вот ниточки яркие и тоже время спокойный дизайн 25 на 25 сантиметров ниточки дмс мы знаем что получается всегда очень легко воздушно красиво сочетание цветов мне здесь очень нравится красный песочные с оранжевым великолепный и есть к этому дизайну пара я как-то забыла спросить магазине и обязательно свяжусь снова с магазина может быть они мне привезут и вот парный набор вот эту милую девочку розы здесь по моему да с розочками такая красотка уже не были паре и конечно же то что я приобрела я хочу сразу же и взять в работу во-первых хочу начать с кулона потому что я никогда еще не выполняла каких-то таких вот изделий и мне очень любопытно я хочу попробовать мне интересно поэтому давайте вместе сейчас откроем и посмотрим во первых содержимое и я наверное сразу и приступлю и так я открыла упаковку здесь было все отдельно упаковано чтобы не шершать я все это разложила вытащила и теперь могу вам показать значит здесь все очень просто предлагаются две вот такие вот металлические основы которые это понимание будут вместе складываться когда будет вышито изделие то будет обратная сторона и таким образом сюда помещаются и вот такими такие есть четыре зажим чека который нужно будет загнуть внутри коробочки нет никакой абсолютной инструкции сейчас я вам все покажу так то вот эти детальки цепочка конечно же хорошего качества цепочка такая обычная так покажу вам упаковочку ну лицевую часть то что мне не понравилось это то что коробочка видите вот она сделана цельной и здесь не было никакой абсолютно инструкции не по сборке по вышивке вот пожалуйста вот такая вот элементарная здесь схемка как нужно укладывать примерная схемка для выполнения стежков рококо кстати я еще ни разу не выполняла стежков рококо здесь тоже вот схемка через окошко можно посмотреть какие-то основные виды стежков все вот так вот очень просто ну как-то странно хотя бы какую-то минимальную инструкцию нужно было положить но решили сделать все экономно просто на внутренней стороне упаковки напечатана схема ключ и вот бери и как бы и выполняй ну нас этим не остановить и не испугать поэтому я сейчас пойду прист попробую вышить выполнить эти стежки я первый раз буду вышивать стежками рококо я много раз видела но я никогда ни разу не пробовала вышивать руку ком не интересно что мне получится и вообще получится ли у меня что-нибудь пожелайте мне удачи у вас пройдет секундочка у меня пройдет какое-то время и так у вас прошла секундочку а у меня прошел целый день уже сейчас следующий день и я хочу показать то что у меня получилось при изготовлении при вышивке вот этого кулона ну во первых хочу показать вам цвета которые я выбрала для выполнения этих роз это 894 дмс 899 дмс и 905 номер мне кажется эти три цвета они очень гармонично смотрятся вместе такие яркие должны получиться розочки и покажу сейчас что у меня получилось так и так хочу представить вам мои первые работы в технике рококо здесь вы можете проследить эволюцию создать их моих розочек первые стежки где я тренировалась и вообще узнавала как нужно выкладывать вот эти лепесточки в технике рококо конечно я воспользовалась мастер-классом на youtube если бы не мастер-класс я бы сама не смогла так быстро разобраться но тем не менее да вот первая моя работа получилась симпатично мне в принципе нравится но здесь есть очень много недочетов так как работу я выполняла в первый раз мне было сложно представить как будут разрастаться сам цветок сложно было сориентироваться как нужно выкладывать лепесточки откуда нужно начинать поэтому здесь у меня прослеживается небольшой такой сумбур я по ходу здесь вышивала какие-то листочки добавляла какую-то зелень бутонные французские узелки в общем у меня здесь полный полет фантазии но получилось симпатично а получилось симпатично но тем не менее мне захотелось выполнить еще одну работу уже более натренированной рукой и я выполнила вот такую работу здесь розочки уже у меня получились по пышней по симпатичнее более такие пышные цветы вот такой бутон пышный ну и два маленьких бутончика мне кажется что получилось немножко пустовато да вот есть такое здесь место и мне с одной стороны хочется что-то туда на вышивать какой-то бутончик листочек зелень хочется как-то дополнить а с другой стороны может быть и не надо буду рада и признательно если вы мне напишите в комментариях ваше мнение стоит ли дорабатывать вот этот элемент может быть вам нравится больше первый дизайн выполнены любое мнение мне очень интересно я пока не буду оформлять буду ждать ваших отзывов ваших комментариев и уже в зависимости от того что вы мне напишите я буду конечно же уже думать и как-то дорабатывать вот с одной стороны мне как бы просится сюда что-то еще сделать хочется еще какой-то зелени может быть несколько бутонов тогда нужно будет делать два бутона здесь метре розы два бутона до 5 можно сделать 7 здесь у меня вот видите вот так вот получилось 3-4 розы и три бутона таких больших здесь должно было быть два бутона но они мне как-то так срослись получился один большой бутон я добавила вот такой вот еще маленький бутончик не знаю пожалуйста напишите мне я сейчас полу смятение буду ждать ваших комментариев и только потом приступлю уже к оформлению вот почти получилось посмотрите ну примерно вот так это будет смотреться в первом случае ну и вот так выглядит второй вариант посмотрите пожалуйста вот почему-то просится вниз сюда хотя бы парочку бутончиков не знаю пожалуйста напишите и ваше мнение для меня действительно сейчас очень очень важно вот еще раз вот так ну в общем я откладываю данную работу на время буду ждать ваших ваших комментариев и только потом приступлю к сборке так ну что хочу продолжить работу с моими покупками и хочу открыть наборчик ламарты и хочу приступить к этому наборчику поэтому приглашаю вас мы это сделаем вместе и так давайте посмотрим сам набор его содержимое перед нами сейчас обложка вот так выглядит размер работа будет 25 на 25 сантиметров пару к этому дизайну есть еще вот такой дизайн номер 15 612 девочка в розах такая симпатичная куколка и здесь у нас вот такая вот красота это конечно сочетание цветов просто великолепное планшетка с нитками вот таким пластиковым зажимом прикреплена к основе так вот такой вот у нас здесь отрез основы и ниточки ниточки у нас представлены на планшетке вот так планшетки ланарты тоненькие и ниточки просто переброшенные через вот эти отверстия видите ниточек немного всего лишь 20 оттенков они не длинненькие вот такие коротенькие ниточки но цвета очень впечатляют очень вдохновляет здесь такая гамма приятная и на этой основе конечно смотрится великолепно я нахожусь в предвкушении чтобы приступить и попробовать скорее вышивать данный дизайн давайте посмотрим инструкцию и схему которая находится на одном листе здесь нам представлены парные дизайны нужно будет попросить в магазине чтобы мне привезли эту девчонку с обратной стороны нам показано как нужно натягивать основу на подрамник видите такие здесь шаги и давайте откроем инструкцию и схему обычно инструкция и схема улан-арт они очень-очень большие то есть на одном большом листе размера примерно А3 такой большой-большой лист ну все я не буду открывать потому что в любом случае не поместится в кадр покажу просто ключ в ключе у нас используется 20 символов мы видим что используется крест в одну ниточку крест в две ниточки и бэкстич и схемка вот черно-белая значки крупные, понятные, четкие и разбивка идет здесь по 5 крестиков в квадратик не по 10, а по 5 это вот у анарка такая особенность вот такая вот у нас здесь схемочка ну кусочки я вам схемки показала и ключ в принципе больше там ничего такого интересного нет вот я сейчас приступлю к выполнению первых моих книжков и конечно же покажу вам мои продвижения но скорее всего это будет в следующем видео потому что сейчас мне нужно уже убегать и я наверное не буду ждать всех моих завершений смонтирую видео чтобы вы могли посмотреть потому что мне очень-очень важно ваше мнение по поводу моих также роз от Рококо буду ждать ваших комментариев пишите и в следующем видео я тогда покажу вам и полностью готовое изделие кулон с розами Рококо ну и конечно же мои первые продвижения и впечатления по данному дизайну от фирмы Ланарта на этом у меня все желаю вам хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч пока-пока пока 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 пока